За дипломом в далекую Сибирь. Абитуриенты из других стран штурмуют иркутские вузы. Учиться в наших университетах мечтают не только жители Китая, Монголии и Южной Кореи. Из европейских стран и Америки тоже поступают заявления. Такой наплыв связан с развитием международных отношений России с другими странами. Они позволяют жителям других государств учиться в России по квоте. Причем поступить иностранцы могут не только в университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах тоже есть места для гостей из-за рубежа. Возможно, именно местная специфика и привлекает иностранцев. По прошлому году мы можем сказать, что в ИГУ обучалось более 700 иностранных граждан. Чаще всего они проходят обучение по направлению лингвистика. Кроме того, иностранные граждане у нас обучаются и по таким направлениям, как международные отношения, история, психология, педагогические науки, юриспруденция. И, собственно, сложно назвать факультет, где бы не было иностранцев. Удивительно, но даже в Африке нашлись те, кто захотел учиться в России. Так, на сибирско-американском факультете теперь числится гражданка республики Конго. Она стала первой студенткой приемной кампании 2017. До поступления Кэрин Хапик немного пожила в Иркутске. За это время она научилась говорить на незнакомом и таком сложном языке и полюбила русскую литературу. Французская речь, яркая внешность – так выглядит первокурсница. Кэрин Хапик 22 года и она хочет стать менеджером. В родном Конго она смогла получить квоту на обучение в другой стране и учиться в России бесплатно. Перед обучением нужно было год заниматься на подготовительном факультете. Тогда-то Кэрин и узнала, что значит сибирская зима. В далёком городе Бразавиль, столице Конго, у девушки осталась большая семья. Родителей, братьев и любимую сестру Кэрин не видела год. Они вряд ли смогут приехать к ней в гости. А домой студентка вернётся не раньше, чем через три года. Очень сильно скучаю по дому. Я звоню часто, моя мама и мой папа. В неделю два раза. Но в незнакомом Иркутске Кэрин уже нашла друзей. Маслин Бетума – её земляк. И тоже приехал за знаниями. Только учится молодой человек в БГУ. Уже два года он изучает основы мировой экономики. Когда рядом есть друг, тоска по родине уже не такая острая. Но вот учёба от этого легче не становится, признаются студенты. Ведь все предметы они изучают на неродном языке, которым ещё предстоит овладеть совершенствия. Но у студентов есть цель – получить профессию. И, может, с такими знаниями получится не только уехать назад в Конго, но и работать в любой стране мира. Альферия Мева, Любовь Леонова. Новости АЭС Байкал ТВ.